Совет Федерации и Госдума 20 ноября проведут совместное заседание по вопросам борьбы с терроризмом. Ожидается, что затронут предпринимаемые меры противодействия и, возможно, рассмотрят новые. Эксперты отмечают, что может быть выдвинуто предложение о создании большой коалиции для борьбы с ИГИЛ. После крушения А321 над Синаем, некоторые начали манипулировать трагедией как поводом для России, чтобы еще сильнее воевать с террористами в Сирии, вплоть до проведения наземной операции. О том, какие новые меры противодействия терроризму еще возможны, а также необходима ли наземная операция, об этом накануне ТВ рассказал президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. Нужно, безусловно, меры требующей физической защиты от террористов, вот их, наверное, на нашу территорию, их перемещение по России и так далее. Все это необходимо, но дополнять нужно другими мерами. И прежде всего просить религиозных наших деятелей, религиозные институты, чтобы они активно работали среди молодежи, прежде всего, среди населения, разъясняя, что терроризм и все, что происходит на Ближнем Востоке, это совершенно не ислам. Второе направление – это нужно принимать сегодня меры жесткие достаточно по предотвращению финансирования терроризма, какие-то дополнительные обязанности к правоохранительным структурам наших и, наверное, призывы к общественности, чтобы общественность включалась. После теракта с российским самолетом над Синаем, унесшим жизни 224 человек, в интернете начались активные манипуляции с информацией, где авиакатастрофу пытаются представить как повод для начала еще более жесткой борьбы России с терроризмом, пытаются навязать необходимость наземной операции в Сирии, но эксперт уверен – второй Афганистан нам не нужен даже при условии образования широкой коалиции. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова